Итак, всем привет, дамы и господа, с вами Криптофотеев и сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последние новости за 24 часа и прогноз биткоина. Что касается рынка криптовалют, непосредственно сейчас он продолжает у нас откат и я считаю, что это именно откат, а не падение. Падение будет тогда, когда биткоин достигнет отметки 6400 и в принципе все альткоины еще хуже пробьют свое дно. Но да, лайткоин уже закрепится ниже 50 долларов, эфириум пойдет на 250 и ниже упадет, тогда да, можно будет паниковать. Пока что те люди, которые например зашли в антологи или нано, да, то я считаю, что когда эти криптовалюты росли, этого не нужно было делать, нужно было ждать откат. Про откат я еще говорил 2 дня назад, но тем не менее люди зашли, но я считаю, что тут ничего страшного нету. Просто вспомните тех людей, которые заходили зимой на хаях на всю котлету и в принципе вам полегчает и при этом не надо принимать какие-либо таблетки успокоительно и так далее. Что касается криптовалюты, как раз откатываются такие криптовалюты, которые хорошо росли, мы видим нано до сих пор, но в принципе ничего страшного в этом нету. Биткоин доминанс у нас так и крепчает и больше 53%, что конечно же не дает нам права говорить о том, что ралли альткоинов якобы началось. Что касается Dogecoin, почему он растет? Дело в том, что еще я заявлял о том, что с утра утром то, что на CoinMarketCal календаре там непосредственно команда проекта осуществляет работу на смарт-контрактах Doge Ethereum и он позволит достаточно просто выполнять трансфер средств между двумя блокчейнами и передача средств одного протокола на другой будет осуществляться с помощью протокола SuperBlocks. Таким образом, значительно повышается функционал монеты, ее диапазон операции существенно увеличится и когда мозг будет запущен, Dogecoin получит значительный приток ликвидности благодаря поддержке со стороны сети Ethereum. А спонсор данного видеоролика компания doncapitals.com, которая предлагает заработать хорошие деньги на криптовалюте даже тем, у кого не хватает времени на изучение технического и глубокого анализа курса криптовалюты и так далее. Это компания, которая профессионально трейдит на рынке криптовалют с подготовленной командой из американских трейдеров, аналитиков рынка и обработку большого количества поступающей инсайдерской информации. Передавая свои средства данной компании, вы ежемесячно получаете фиксированный процент по прибыли, ссылочка в описании. Что можно сказать, я не рекомендовал эту криптовалюту на сентябре месяц, хотя вот эти новости бы послужили ростом, но тем не менее я считаю, что Dogecoin изначально разработчики создавали как монета ROFL. То есть они просто прикольнулись, но в принципе сейчас я так понимаю, что над этой монетой начинают работать. Я не призываю покупать эту монету, просто потому что есть монеты потехнологичнее. То есть если вы будете рассматривать покупку между EOS и, например, Dogecoin, то, ну, понятное дело, кому отдается, собственно, приоритет. Просто тут дело времени. То есть если вы хотите в краткосрок заработать, то да, Dogecoin сейчас, возможно, является хорошим инструментом. Если в долгосрок, я бы, ну, очень сильно так подумал. То есть у меня, и я скажу, что Dogecoin почти нету, да, и, соответственно, ее, в принципе, вот именно то, что отсутствует как таковая технологичность, ну, по крайней мере, до этого времени, я считаю, что, ну, никакого смысла, никакого вообще смысла заходить в эту монету пока что не вижу. Что касается, значит, биткоина, мы видим, что тут у нас произошел откат на 6800. Ситуация не печальная, потому что я считал, что мы упадем на 6700. В принципе, еще можем это сделать, потому что здесь наглядно видно хорошая линия поддержки, зона поддержки. Поэтому сюда мы еще можем упасть. Критическая ситуация будет тогда, когда мы непосредственно упадем ниже значения 6400. И там уже очень будет плохо и дурно всему рынку, я считаю. Поэтому это тоже нужно учитывать. Но я считаю, что сейчас это откат, ничего больше это не страшно. В принципе, так как мы росли и показывал биткоин рост непосредственно с 23 августа. Это справедливо, то что в конце недели у нас пошел откат криптовалюты. Ну, в принципе, биткоина как такового. Поэтому тут не страшно. Что касается новостей, тысячи биткоинов, не на связанных с Silk Road адресах, пришли в движение. И значит, тут описано, что 9 марта 2014 года на такой-то адрес была осуществлена транзакция в размере 111 тысяч BTC. И в тот же день средства двумя траншами по 51 тысяч и 114 BTC и 60 тысяч BTC были отправлены на два разных адреса. Затем первая сумма была разделена, а вторая на 30 тысяч BTC и 30 тысяч. Соответственно, в результате все средства осели на десятках кошельков, разделенные на партии по 100 BTC. Отметим, что владелец или владельцы средств осуществляли переводы в 16-17 годах. Однако, несколько дней назад стартовала скоординированная констрация крупных компаний биткоинов на отдельных адресах. Вернее, не компаний, а партии. Ну, что хочется сказать. В принципе, тут ничего нового. То, что у владельцев биткоинов, у владельцев, которые владеют, собственно, огромными количествами биткоинов, то есть легко можно валить. И, как бы, понятное дело, что тут все зависит от того, сколько у кого биткоинов. То есть, кто, значит, имеет большое количество биткоинов, тот и правит, как говорится, графиком и баллом. Что касается BTC.com, он запустит майнинговые полы для добычи эфириум и эфириум гласик. Мы ожидаем, что в течение следующих 12 месяцев наш майнинг пол будет контролировать 12% хешрейта сети эфириум. Ну и посещаемость сабреддита AirBitcoin начала расти впервые за 2018 год. И трафик AirBitcoin падал с каждым месяцем с декабря 2017 года. До сих пор формируется ли бычий рынок. Созданный в 2010 году раздел AirBitcoin является самым популярным для обсуждения криптовалют на Reddit. И занимает 112 место по числу подписчиков. Возможно, сейчас это говорит о том, что биткоин все-таки уже люди, многие поняли, что он нашел дно. Это дно 6 тысяч долларов. И, соответственно, сейчас начинает бурно обсуждать, что действительно пора инвестировать в биткоин. Потому что начались какие-то движения и, судя по графику, по дневке, можно увидеть, что действительно мы тут даже не пробили 5800, не упали ниже. И действительно ли 6 тысяч это была последняя цифра, которую мы увидим, значит, в этом году. Вернее, видели в этом году. Конечно, покажет время, по моему мнению, что сейчас биткоин взял разворот и достигнет 9 тысяч долларов. А ему это попрепятствует пойти дальше. Это отмена ETF, скорее всего, которая будет в конце сентября. И если действительно так смотреть, то действительно в это время биткоин уложится и дойдет до 9 тысяч долларов. Таким образом, проломим треугольник и будет все отлично. Можно открывать будет шампанское. Соснователь Ethereum Джозеф Любин поставил под сомнение манипуляции ценой биткоина с помощью тезера. И я не уверен, что эти манипуляции непосредственно связаны с тезер, если они вообще существуют. Это был нерегулируемый рынок, на котором ряд биржевых площадок позволял большим игрокам делать все, что им угодно. Нам необходимо более эффективное регулирование хотя бы централизованных торговых платформ, заявил он. И согласно нашим выводам и разговорам с множеством представителей индустрии, мы уверены, что каждый токен USDT подкреплен долларом США. Правда, это еще нельзя считать стопроцентным доказательством. Но если есть сомнения, значит это всего лишь мнение, что он подкреплен долларом США. Еще никто не доказал. Вот когда докажут, тогда можно будет говорить, что да, действительно USDT подкреплен долларом США. И тем более он не соскамится. Потому что есть такая мысль, все-таки посещает голову, что USDT так или иначе как-то раз в один день вы проснетесь. Если вы хранили всю котлету USDT, то ее просто не станет. По разным причинам может быть. Мнение, статус самозанятых для майнеров выведет российскую криптоэкономику из тени. И значит, по данным Crypto Universe, количество частных майнеров в России превышает 350 тысяч. А из-за отсутствия криптовалютного регулирования, ежегодно налоговые потери страны составляют более 2 миллиардов рублей. Ну и нужно отметить, что 22 мая депутаты в первом чтении одобрили данный проект закона послом представителя комитета Госдумы по финансовому рынку Аксакова. Правительство рассмотрит все три законопроекта о криптовалютах уже этой осенью. Ну, а вернее в сентябре должны это сделать. В Евросоюзе снова обсудят регулирование криптовалют. Это будет 7 сентября в Вене и сообщается, что основными темами на саммите станут недостаточно прозрачности и возможность использования цифровых активов для преступных целей, включая отмывание средств, уход от налогов и финансирование терроризма. Министры обсудят возможное ужесточение правил для противодействия по одному использованию криптовалют. Ну, в принципе, это все новости, учитывая то, что вот та новость, про которую я говорил, что в сентябре Догикоин запустит трансферный мост с эфириумом. И, соответственно, будем уже смотреть, что и как. Но, в целом, если мы рассмотрим по криптовалютному рынку, все-таки у меня есть такое мнение, что это таки откат криптовалютного рынка. Да, и непосредственно все-таки не стоит тут ни о чем переживать. Ну, это лично мое мнение. Потому что, ну, это должно было быть, альткоины росли и некоторые даже дали хорошие иксы, например, нано. Да, и мы видим, что сейчас обратно все в откат и очень жестко все начинает откатываться. Но, тем не менее, конечно, задумчиво то, что Биткоин Доминанс ни разу не падает и докуда Биткоин Доминанс дойдет, это большой вопрос. То есть, чем дальше, тем хуже для альткоинов. Это тоже нужно понимать. Вот, например, Биткоин Доминанс когда будет 70% у альткоинов и истощенного криптовалютного рынка в целом будет полная жопа. Это тоже нужно понимать. А с учетом будущего, то, что Биткоин, в принципе, сможет поддерживать огромное количество транзакций, тысячи транзакций в секунду с внедрением Lightning Network. Вот уже задумываясь, нужны ли уже будут те криптовалюты, которые имеют вот эти несколько тысячи транзакций. Да, вот, например, как EOS или TRON. Уже такой большой вопрос встает и действительно очень страшно за криптовалютный рынок в будущем. Потому что технология Lightning Network позволит иметь Биткоину много транзакций в секунду. И это будет, в принципе, основная тема для обсуждения, конечно, в будущем и обсуждений, а что будет с криптовалютами. Поэтому будем смотреть. Биткоин так или иначе пока что остается батей и будет батей. А вот что будет с эфириумом в силу ICO, в силу того, что ICO скамятся и это тоже бьет как бы по эфириуму. Но посмотрим, посмотрим. В принципе, я считаю, что унывать не стоит, потому что криптовалюты еще это живой инструмент для заработка. Как бы кто ни говорил, да, потому что на Anthology, на Nano можно было сделать вот иксы недавно. Поэтому это просто даже учитывая то, что рынок дохлый, по сути, если мы будем говорить, рынок действительно дохлый. Но эти монеты дали иксы. То есть вопрос, когда вы заходите в эти монеты. То есть либо покупаете на хаях, либо все-таки на лол и ждете иксы. А если же вам нужна помощь и увеличение вашего капитала в рублях, так и в криптовалюте, можете ознакомиться с компанией doncapitals.com, ссылка в описании. Ну а с вами был Криптофатеев, всем удачи и всем пока.